Для тех, кто живет в Монино, нет больше радости, чем видеть процветающим и благополучным свое поселение. Ведь эта земля поистине колыбель авиации. И никак иначе. Отсюда взлетали великие летчики. Здесь начинали свой путь известные военные асы. Истинные патриоты, принесшие славу стране. Мне кажется, Монино занимает особую страницу в истории летописи Подмосковья и нашей страны. Историей авиации пропитан каждый кусочек монинской земли. Недаром на въезде в поселение совсем недавно установили стелу со словами «Символ славы российской авиации». Но не только славным прошлым, но и благополучным настоящим, не боясь смотреть в будущее, хотят жить монинцы. У Монина есть и большой потенциал для развития гражданской жизни. И вы видите, за последние два года сделано очень много. Тех людей, которые живут в Монина, тех людей, которые находятся у власти, у представительной, у исполнительной власти, этих людей Монина засияет совсем другими красками. И действительно, в поселении работают на улучшение условий проживания. И хотя есть вопросы, которые все еще решаются, все же направление в развитии задано. Из наиболее ожидаемых – открытие президентского кадетского корпуса. Я думаю, что скоро в истории будут говорить, что в России четыре союза. Армия, флот военно-воздушной силы и авиационная Монина. Монина, которая будет воспитывать будущих героев в нашем президентском кадетском училище. Ставьте вас, дорогие! С такими перспективами монинцы согласны. Главное, говорят, чтобы все только получилось. Ну а какое же процветание без личного вклада каждого. В этот день, который, кстати, не обошелся без осадков, в зале Дома культуры отметили жителей, активно принимающих участие в развитии поселения. Местные коллективы подготовили выступления, поделился воспоминаниями, и легендарный житель Монина, ветеран Великой Отечественной войны Павел Загайный. На открытом воздухе все пришедшие по традиции угощались гречневой кашей, чаем, шашлыками, с удовольствием осматривали ярмарку и просто наслаждались происходящим. Неотъемлемая часть любого дня рождения – это, конечно же, теплые пожелания. Вот на таком импровизированном холсте с изображением сердца размещены небольшие сердечки, куда жители написали пожелания любимому поселению. Одним из самых красивых моментов празднования стал парад невест, номер, в котором приняли участие жены, матери, чей опыт передается из поколения в поколение. Трогательное объятие детей, истинная материнская любовь, основа жизни на земле и в частности в поселении Монина. Ну и, конечно, куда же без традиционных поздравлений и пожеланий, которыми делились главные лица праздника – жители Монина. Я желаю своему Монину процветания и счастья. Живу здесь всю жизнь, хочу пожелать своему городу, чтобы он был большим всегда. Я очень люблю город Монина, мне нравится его первая школа, мне нравится его улица. Я желаю Монину процветания. Чтобы берегли природу, не обижали животных. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».